Всем привет! Меня зовут Дима Кузнецов, очередная неделя межсезонья позади, полыхают костры интернет-срачи вокруг премии ИСУ, идут разбирательства вокруг переходов и неопределенности с международным календарем. А значит, есть о чем поговорить в рамках нашей короткой программы. Поехали! Первое событие – Медведево в ЦСКА. Пока не юридически, а чисто географически. Российская фигуристка перестала косить под Федора Конюхова и решила завершить свое практически кругосветное путешествие в карантин в родном городе. В Торонто сейчас не улететь, если не выложить несколько десятков тысяч долларов за частный самолет. Да и не всех пускают. Поэтому Женя предпочла более бюджетный вариант – от Беляева до Ленинградки. ЦСКА Медведева уже не первый раз. Правда, раньше говорилось, что Женя каталась вроде как без тренера. Однако на деле Елена Буянова ей помогала. Перехода нет, но последовательность событий поневоле натолкнет на противоположные мысли. Логику Жени можно понять. Она тренировалась в Японии, а теперь улетела туда, где будут вскоре проводиться контрольные прокаты. Только вот не появится ли своей логики у Брайана Орсера? И хватит ли одного фейстайма, чтобы следить за Женей? Процесс тренировок в фигурном катании, конечно, отличается от футбола. Но с таким успехом Женя может тренироваться и сама. Она, кстати, говорила, что хочет стать тренером. Действует смело, дегустирует на себе. Но главное, что Евгения снова в Москве и, судя по всему, надолго. Очень возможно, скоро мы увидим открытые тренировки Евгении и другие медиа-активности. В этом смысле она остается впереди более успешных сейчас на льду конкуренток. Событие второе – новые переходы. На прошедшей неделе их было сразу несколько. Главное – в мужской одиночке. Федерация решила все-таки кинуть спасательный круг Михаилу Калиде в виде Алексея Мишина. Только вот нюанс. Спасательный круг остается на поверхности воды. А вот Каляда барахтается ли он там или уже обживает места поглубже, как акула Евгения Медведевой из Икеи или Спанчбоб. В любом случае, пожелаем ему скорейшего всплытия. Но, думаю, Алиев, Самарин, Даниэлян, Гумейник и даже Самсонов и другие не откажутся, если в и без того тесном бассейне российской одиночки станет больше кислорода. Алексей Ерохов, наконец, ушел от Этери Тутберидзе. Правда, если Каляда на нашей шкале уже где-то не на поверхности воды, то Ерохов уже должен был уйти из бассейна в соседний коктейль-бар. Но он хочет вернуться, и то, что человек решился выйти из зоны комфорта и реанимировать карьеру после травм, уже круто. Даже если его к этому подтолкнули. Мария Соцкого вот наоборот ушла в дела семейные. Что больше всего беспокоит лично меня в ситуации с Алексеем, а где букет? Надеюсь, он уже отослал его Этери Георгиевне. Главное, чтобы не через бастующих курьеров Delivery Club. Событие третье. Международный календарь откровенно колбасит. Совет ИСУ заседает в Зуме уже какой месяц подряд, но определенности по календарю нет. На этой неделе японцы отменили свой этап юниорского гран-при. Вообще вызывает уважение, как ИСУ бьется за свой нерентабельный актив в виде юниорских соревнований. Скинуть бы его в этом году уже и все в условиях убыточного бюджета. Но нет, в недавно принятом предварительном календаре они есть. Но это тот случай, когда может оказаться, что погрибоедовские календари все врут. США объявили, что судьбу взрослого этапа гран-при решат до 1 августа. При том, что в стране несколько дней подряд бьют рекорды по дневному количеству зараженных ковидом, все это выглядит сомнительно. За три недели Плющенко может поставить четверной Риттбергер трусовой, могут резко вырасти компоненты загитовой. Но чтобы все американцы выздоровели, тут даже врач сборной России Филипп Швецкий не поможет. Конечно, ИСУ будет биться за сезон, и будет круто, если взрослую серию гран-при в итоге удастся провести. Но, по мне, готовиться надо к худшему. Помните, как Канада казнила собственный чемпионат мира, пока ИСУ обещал в твиттере фан-зоны и автограф-сессии? Впрочем, к худшему ли? Ипотетический Кубок России с лучшими из лучших достойна альтернатива. Один из этапов можно провести на открытом воздухе, в рамках профилактики вируса. Призовой фонд, конкурсы, как в мастер-шоу на хоккейных матчах звезд. Было бы круто пригласить японок и устроить матчевую встречу. Да хотя бы онлайн. Турниры по прыжкам по системе плей-офф. Не хочется девочек сталкивать лбами? Ну, давайте тогда оставим только контрольные прокаты и отменим судей с результатами. За одной проблемы судейства решим. Материал, из которого можно слепить супертурнир, есть. Вопрос, есть ли скульпторы. Главное событие ближайшего будущего, а может и всего лета, вручение премии ИСУ. Оно состоится 11 июля в 17.00 по московскому времени. Сфоргнозировать, как проголосует многонациональное жюри, где и навка, и азиаты, и североамериканцы, и Европа, почти нереально. Но прогнозы неотъемлемая часть развлечения, поэтому давайте попробуем. А вы предлагайте свои варианты под этим видео. Самый ценный фигурист Юдзуру Ханю. Если после того, что ИСУ не смог правильно написать его имя и отобрал в превью половину титулов, выберут Нейтана Чена, то жюри – настоящие камикадзе. Хотя Нейтана могут выбрать просто потому, что его имя легче написать. Самая захватывающая программа. При всем уважении к Эмозу и попадаке с Исезерону, Евгений Медведев выглядит здесь более рациональным выбором с точки зрения маркетинга. Но желание разбавить географию может склонить чашу весов в пользу французской пары. Лучший костюм. Здесь многое зависит от премии и MVP. Если ее дают Чену, то Ханю утешит костюмом. Если нет, то могут стрелять даже Чок Бейтс. Опять же, чтобы русским в виде Анны Щербаковой много не перепадало. Лучший новичок Алена Косторная. Здесь вопросов возникнуть не должно. Лучший хореограф. Канадская гражданская война между тремя местными специалистами. Пусть будет Шоленбурн. Хотя я бы отметил Лори Никол, как постановщица лучшей пары мира Суй Хань. Лучший тренер. Брайан Орсер очень обходительный в общении и приятный немолодой человек. Но абсолютно непонятно, как он попал в эту номинацию вместе с кавказским дуэтом Этери Тодберидзе Рафаэля Рутюнян. Тем не менее, мне кажется, именно Орсер является фаворитом на эту премию. Неоднозначная репутация Тодберидзе может не позволить ИСу отдать эту премию ей. Потому что Этери морально насилует людей, Завос таскает и часов не разрушила тоже она. Буду рад ошибиться, но мне кажется, выиграет Орсер. Хотя это будет признанием его прошлых заслуг. Алину Загитову по этой же логике в шорт-листы не включили. Хотя в номинации самой ценной фигурист, где оценивается в том числе вклад в популяризацию спорта Алина, за полсезона сделала больше, чем Чен и Попадакиза за весь. Ну и о нескольких событиях одной строкой. Японская редакция журнала Эли включила Этери Тодберидзе в список самых токсичных тренеров мира. В сети уже нашли подтверждение тому, что тренер Хрустального бьет детей. 17 июля под эгидой Американской Федерации состоится онлайн-турнир Peggy Fleming Trophy. Правда, прокаты участников будут проходить не в прямом эфире, а записаны заранее. До сих пор не понимаю, в чем проблема сделать такой турнир, но в прямом эфире в России. Неужели Первому каналу это неинтересно? Да, его дирекции спортивного вещания сейчас экономически непросто, но здесь технических усилий минимум. Самое сложное – уговорить. Видимо, американцы легче на подъем, чем наши. Фанаты Алины Загитовой в субботу вывели в лидеры трендов Твиттера хэштег «Алина, мы с тобой». Что лишний раз доказывает, что если она вдруг начнет политическую карьеру, то легко наберет у любых выборов как минимум несколько процентов голосов. Тем более, что политическими заявлениями она недавно отметилась. Правда, для начинающего политика как-то негоже закрывать комментарии в Инстаграме. Отмечу, что посты схожего содержания предлагались и другим публичным персонам в фигурном катании, но они отказались. А Алина, хочется надеяться, еще зажжет заявление о возвращении, что пришлось надеть футболку уже с ее принтом. Всем спасибо за внимание, любите фигурное катание, ставьте лупцы, хейте в комментариях. Пока!